Царю небесный, утешителю души истинны, И живи здесь, и вся исполняй сокровища благих, И жизни подателю приди, сели сявны, И очистенны, и всякие сверны, И спаси блажен души нашу. Господь и Бог наш, милосердный Создатель, мы просим Твоего благословения на это собрание, и прибыть с нами. Открой уста наши для словословия Твоего вечного имени. Мысль направь к горнему, сохрани нас от всякого зла, избавить всего ненужного. Тебе добудет слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сегодня, как было раньше объявлено, правда, вчера об этом не сказали, но знали до того, что сегодня годовое общее собрание, на котором, поездка дня известна, четыре вопроса, пять, нет, больше, да, а батюшка, вот, пришел. Все, пожалуй, вам слово. О чем? А вот поездка дня озвучьте. Слава Богу, прожили еще один день. Благодатно и... Боится с ним. Хорошо. Слава Господу. Аллилуйя, да. Жив, здоров. Еще один год. Были какие искушения, но все прошли, перенесли. Так, я долго не буду задерживаться, мне ехать болячую, причащать я не могу, поэтому я скажу только, что... Мое пожелание, что все, кто у нас есть, это что-то перевыбрано, кого на год выбирали, вы потом можете это пересмотреть. Я уеду сейчас, но мое пожелание, что оставить предний состав весь. Сработали очень хорошо, все у нас благополучно, тихо, мирно, прошло безо всяких... Ну, сучков из-за добрых. Вот. Все. Пока, я думаю, так все и оставить, чтобы было. Старшая сестра, что-то вот это... Ворчит. Ерепенится, да. Ворчит, что-то там. Молодых надо. Ровчит, молодых надо, да. Они с детьми голодные. Ну, молодые все, видишь, работают занятые, молодые. Ну, а кого вы предлагаете, тетя? Аня, мы предлагаем. А, Аня, а, конечно, никого. Вы не можете, да. У нас нет Аня, конечно, никого. Ну, рассмотрите, если я не против буду этого. Она, видите, Татьяна печет просфоры еще, она как просфорня у нас сейчас в нашей общине. Поэтому, если рассмотрите, чтобы Анну, значит, Кручину, да, я буду не против, я это поддержу. Она более как-то, ну, коммуникабельнее, быстрее бегает. Помоложе. Да, помоложе. Можно это сделать. А мы секретаря, Юля, ни к чему. Секретаря нет, оставим пока секретаря этого еще. Не, Юля, пусть детьми просто просто отмоги сколько не мешать. Ну, не все. Ну, вот так вот, значит, что здесь? Сестра, отчитывайте, и мы поедем. Пусть сестра первая отчитается, а потом дальше староста будет вести по этому, на, тебе. Давай, давай. Долго не затягивай. Тягивай. Ну, ты не поверишь, а? Поверишь, у нас нормально. Ну, ничего, ничего, он там повестка поедет. Как поедет, она... Пусть ты еще не скажешь, что тебе... Ты вернулся-то. Я вернулся благополучно, жив-здоров. Никуда они не ездили. Я отдыхал у отца Иоанна. Мы вместе. Лежали, гуляли. Ходили там, какие процедуры проходили, все. Нигде никаких поездок не было. Никуда. Я доехал до него, и там мы с ними были. У него братья, кто были, знают хорошая обстановка там. Ну, то есть, у него там парк такой хороший. Ходили мы в больницу, там рядом всякие... Психиатрическая больница приглашали на беседу. Мы вдвоем пошли там, мы разделились. В один конец там собрали люди, я в другом. беседовали мы два. Очень были довольны. Там врачи и просят, чтобы почаще приходить. Там психиатрическая больница, областная. Она уже давно, ей больше 100 лет уже, этой больницы. Ну, вот так вот. А так больше никаких не было, ничего, встреч особо не было. Плацая она только внука покрестил, Тихона, это у Агния родился семья. Покрестил его, да. Крестил. Ну и все. Больше таких ничего не было. Приезжал брат его с этого, с шахты Ростовской области, Николай, Николай, Павел Николаевич. С ним я поговорил насчет того, что просили там, чтобы, если получится так, чтобы выгрузить груз наш там. Он, говорит, я не против. Положить есть, где у него место есть, где положить. Вот. У него большая территория, у него там много разных строений, таких, что... Поэтому, говорит, это возможно. Я говорю, если придет контейнер, ну, это я, говорит, соберу там своих родню ребят и мы выгрузим, говорит. То есть, это, если будет возможно, то это уже договорено с ним, что... Вот. Груз можно там будет оставить. Ну и все. Больше никаких таких особо встреч не было. У меня, значит... Около Тулы в городе. Около... Что? Шахты около Новочеркаска. От Тулы ехать. Ровно на машине ехать 10 часов. О, это далеко. 800 километров. От Тулы. Недалеко от Новочеркаска. Да, да, да. Там недалеко. Там Новочеркаска, буквально там 50 километров, 60 километров. Ростов-на-Дону. За Ростовом-на-Дону. Шахты. Это там. В общем-то, там место-то хорошее. Там, считай, что, можно сказать, центр. Вокруг там много разных городов и поселений. Там не как у нас. Там очень, это, ну... Частое. Частое население. Да, если вот берут, я взял как-то случайно в журнале, увидел, что какое население, допустим, где. В Красноярский край 1,2 десятых человека на 1 квадратный километр. Кемеровская область, 26,8 человек на 1 квадратный километр. Алтайский край, по-моему, 14 или 12 человек на 1 квадратный километр. А в Японии 300. Ну да. Ну а там гораздо в тех областях, где в центральных, там гораздо больше. Потому что там более скучи не живут. У нас вот есть, вокруг нас, допустим, вот мы потеряевка там. А вокруг, туда 12 километров, туда 10, туда 16 километров. А туда прямо, считай, до ребрихи ничего нету. 40 километров от нас никого нету. Там такого нет. Там едешь по трассе, кончается одно населенный пункт, другой начинается, кончается там, другой начинается. То есть там гораздо чаще эти населенные пункты чаще. Дороги там хорошие очень. Там это строят трассу федеральную. Она Донг называется трасса. Это сейчас ее к Олимпиаде готовят. И там сделали такую трассу. Туда идут, наверное, 4 полосы и обратно 4. Посередине разделительная. Вся дорога освещается. На каждой там, через сколько-то километров, там можно где остановиться. Туалеты поставлены. По всей трассе наставлены туалеты. Ну то есть сделана такая, как бы под европейский... Автомат. Да, вид уже сделан трассы. Вот поэтому. Ну вот так вот. Ко мне какие вопросы еще есть? Если нет, то все, продолжайте дальше. 200 рублей дать. Хорошо. Татьяна, давай. Татьяна пусть сделает отчет, а потом дальше пойдете. Почему? Она уезжает? Да она уезжает со мной, мы поедем. Я пока не уехала сказать. Тут что-то я не расслышал, что-то относительно старшей сестры, что ли, вопрос. Но она просит себя... Ника, даже разговор, если вы с ней это говорили. У нее такие связи, это вообще даже нельзя. Да я буду, я буду судить. Все, это не важно. Значит, остальные помощницы самые близкие, кого называют. Трогать нельзя, это я вам говорю из того опыта, который имею. Вы вспомните, где бы чего у нас ни было, без нее даже одного шага нет. Даже отправлять книги, все до одной идет через нее. Кто приезжает в гости, через нее. Какие где звонки отправляют. Все абсолютно через нее сейчас. Это обрубить очень многое. Не только обрубить, а уменьшить в несколько раз. Об этом даже говорить не надо. Ты знаешь, когда хотел Брежнев на покой пойти, весь центральный комитет партии был против поставить. Стабильность дороже, чем ты уйдешь. А ты еще не Брежнев, еще не шамкаешь, разговариваешь нормально. Все, вопрос. Даже разговаривать не надо. Поэтому я говорю, терпим большой ущерб. Каждый раз она. Старшая сестра чем занимается? Все больные на тебе. Мало того, ты вспомните, Анна Петровна была там. Она не вылазила, она с ней жила там. Она из больницы не вылазила, со всеми бабками везде. Она пенсионерка. Ей как раз все это сейчас и подходит. Значит, я тогда заявляю, ухожу. Что у нас получится-то? Значит, Анна, самая первая помощница. Старайтесь ближе ей. Все помаленьку перенимайте, освобождайте от чего-то. Она буквально задыхается. Там свои, родня ее тянут везде. Больные, свекровки. Она за всеми везде ухаживает. Для нас вот что дорого. А пехот больных. Приезжих. Откуда бы ни приезжали из других республик, даже сторон Казахстана, все через нее проходят только здесь. Она рядом, удобное ее местонахождение. Все приходят пешком. Приезжает Анна, Красноярск, Казахстан. Ну даже нельзя сказать Москва. Все через нее идут. Вы понимаете, что мы сделаем-то? Категорически против. И чтобы больше я этого не слышал. Ты делаешь не для меня и не для общины. Ты делаешь для Христа. Это твой талант. Ты слишком много в жизни упустила без этого. Наверстывай. Все. Свободно. Я читаюсь. Мы вам верим в это. Нет, я быстренько в кассе. Остаток у нас был с прошлого года 11 790 рублей. 1 апреля мы сняли кассу 24 430 рублей. 20 мая еще сняли кассу 6 185. И на болящих в течение года было пожертвовано 2700 рублей. В этом году мало совсем мы книг отправляли на 886 рублей. На болящих 4714 рублей и на лагерь 5575. И стратили всего 11 175 рублей. В кассе на 25 ноября 33 930 рублей. Я хочу сказать, что все посещали, кто сестры, и сами посещали. Деньги я мало кому вообще давала, потому что так в основном сестры сами. Хочу очень поблагодарить Аллу Степанову. Когда бы я ей не позвонила, кто-то приезжает. И если я не могу, или я где-то поехала, Алла всегда выручала. И всегда она поедет, и привезет, и себе привезет. И как-то, ну, всегда выручает. Даже больная не может. И то, ну, ладно, я как-нибудь скажу. Людмила Степанова сейчас к больным все время. Надо когда. Ну, я думаю, вот когда будет Зоя здесь, Шубина, у нас не будет уезжать. Она тоже отзывчивая, ну, отзывается, что вот пойти к больному. Ну, вот такие моменты. А я хочу сказать, сейчас много у нас больных, которые, ну, немощны совсем. Я хотела братьев попросить, кто на машинах. Довозите бабушек хотя бы вот до Ленинского. Там они сядут на автобус. Туда или, когда, может быть, задержаться и подождать, чтобы сюда довезти. Сейчас снег очень скользкий. Многие боятся просто идти, старые люди. Ну, друг за друга держимся и боимся опрокинуться. Поэтому как-то помогайте давайте. У нас больные, вот Фоменко, это, под присмотром, там дочь, слава Богу, с ней, Анна Кузьминична. А вот сейчас у Александра Ивановны случилось. Она мне вчера вот позвонила утром полпятого. Говорит, меня парализовало. Я даже встать не могу. А вот благо, что Валентина Ивановна, она тоже очень сильно болеет. Но она, слава тебе, Господи, еще двигается. Поэтому она вот с ней там и ухаживает за ней, например. А надо уже уход как бы нужен. Внимание наше надо больным. Вот трудное положение у Надежды Афанасьевны. Она за двумя больными и работает, и за двумя больными ухаживает. Ей тоже тяжело. И как бы она вот прямо отказывается, но ей нужна помощь тоже. Вот. И в основном-то мы постарели. Посмотрите, 20 лет мы уже все постарели. Все уже ели. Мы такие молодые. Давайте сейчас как-то поддерживайте. Ну, выбирайте как-то время, я не знаю. Потому что иногда бывает так. Я вот смотрю-смотрю, у меня такой список большой всех. А я смотрю-смотрю, вот кого? В кого ткнуть мне? И некого. Некого. Молодые у них дети, у них работа никак. Поэтому кто двигается, давайте как-то помогать. Все друг другу. А я не потому, что я просворяю. Они меня не задерживают. У меня внуки сейчас, и требуется там помощь. А, Игнатий Тихонович, вы сами говорили, молиться и с детьми водиться самое сложное. Ну, трудно. Спасибо, Христос, всех. Спасибо, Христос, всех. Спасибо, Тебе сил и терпение. Молитесь за меня, я грешница всегда большая. Молитесь за меня, ладно? Поехали. А вы за вас поехали. Первый вопрос. Перерегистрация членов общины. Ну, я, как всегда, список зачитаю. Вдруг кого-то пропустила. Кого-то лишнего поставила. Аксенова Татьяна Павловна. Ну, это член нашей общины, которая проживает в Тогуле, как вы помните. Ну, как вы было? Она заявление ничего не подавала. Она приезжает к Батюшкиной. Когда она не была в Танушкиной? Ну, это... У меня никаких данных не было. Она права, отвечает. Батюшка мне никаких данных по Аксеновой не дал. Она сама заявление не подавала. Никаких данных. Ни устно никак не говорила. Как это так не делается? Так, к слову сказать, мы нынче там были и к ее дверям подъезжали. Она живет, околотили вышки. Но мы внезапно, она не знала. И у ней каких-то много, видимо, гостей было. Она вышла и рассеренная была такая. Куда что? Мы сразу развернулись, нам надо было уезжать. Да мы не думаем даже останавливаться. Мы сразу библиотекарь. То и нету. Захватили там какая-то журналистка. Ну, и оказалось, все правильно. Мы выехали оттуда. Мы ее видели. Она здоровая, нормальная, все. Ничего не сказала. Алфимова Людмила Степановна, Барабаш Мария Игоревна, Барабаш Терентий Игоревич, Барышникова Валентина Алексеевна, Бауэр Эдуард Викторович, Боброва Надежда Афанасьевна, Борисова Валентина Павловна, Бруткова Любовь Петровна, Головач Андрей Игоревич, Гончаруха Александра Михайловна, Дмуха Константин Георгиевич, Дмуха Надежда Александровна, Дмуха Татьяна Анатольевна, Дробот Анастасия Валерьевна, Добунов Игорь Владимирович и Добунова Марина Геннадьевна, Ельникова Анна Кузьминишна, Жолуна Раванина Александровна, Загуляев Алексей Викторович, Загуляева Галина Александровна, Загуляева Наталья Валентиновна, Зверева Маргарита Александровна, Зубрицкая Александра Ивановна, Капустина Татьяна Кузьмиишна, Конева Валентина Павловна, Каряковцев Михаил Петрович, Крахченко Валентина Ивановна, Кручина Николай Павлович, Кручина Анна Александровна, Кубайтина Галина Ивановна, Кудряхцева Галина Николаевна, Лаптин Игнатий Тихонович, Лаптин Надежда Васильевна, Пащенко Владимир Александрович, Петеримов Виктор Анатольевич, Петеримова Алифтина Пантелеевна, Петеримова Лариса Ильинична, Политыкина Елена Валерьевна, Польгуев Николай Валентинович, Польгуева Надежда Ивановна, Попов Вадим Викторович, Попова Надежда Андреевна, Пупков Сергей Павлович. Насчет Репиной. Не будет она ходить. Все. Все. Вы ее вычете. С заявлением пусть пишет. Репина. Ну скажу. Она сегодня будет мне звонить. Свешникова Нина Николаевна, Силина Галина Ивановна, Сироткина Антонина Севастьяновна, Соклакова Ольга Викторовна, Сокольстик Валерий Сергеевич, Сокольстик Елена Валерьевна, Тарасова Лидия Павловна, Третьяков Игорь Владимирович, Третьякова Юлия Викторовна, Унагаева Мария Яковлевна, Фатеева Любовь Николаевна, Фоменко Валентина Ильинична, Ценгарева Татьяна Александровна, Черепанов Василий Николаевич, Чернявская Александра Ивановна. Шубина Зоя Николаевна Щутина Неанила Алексеевна Яковлев Виктор Андреевич Яковлев Никита Викторович И группа глухолюных Шевкова Ирина Николаевна Посещает Робот Андрей Петрович Максиев Олег Денадьевич Барьян Мария Ивановна Якушева Тамара Ивановна Юнчук Валентина Николаевна Детей есть? Дайте, дайте Они ему тоже Ее же с ней Зачем Марина Заявление написала Вышла Мы уже с ней попрощались Такое письмо писала Было, было Ну что-то я помню Она вроде бы как хотела ходить Нет, нет Она написала, что я ухожу Батюшка озвучила Записку, по-моему Не записку, а она сама приходила Было у нас 91 человек Стало 87 человек Далее следующий вопрос Отчет О проделанной работе старосты Общины за отчетный период За последние три года Игнатий Тихонович Лаптин Ему слово предоставляет Обязанности старосты Некоторые может даже и не знать Это забота о священнике Чтобы все у него необходимое было И о здании А остальное все У меня входят в другие обязанности Я являюсь Единственный попечитель общины Слово попечитель Включает в себя Заботу буквально Обо всех сохранении жизни Прожиточный минимум Прожиточная корзина Все входит сюда Я все время Руку на пульте здесь держу Узнаю К слову сказать О корзине об этой Сейчас Дума готовится Новое принять Там с повышением где-то И кто составляет Он у меня в мейл.ру И прислал этот материал Как бы проект Насколько это достоверно Не знаю Но Это все открыто 5400 с чем-то Я вхожу в этот Минимум у меня Ну не вхожу маленько Только не вхожу в прожиточный У меня 5200 Со всеми накладками Ну и он делает раскладку Там сколько картошки всего И показано Что Узники фашистских лагерей Которые были в России Здесь получали больше Чем сегодня отложено По хлебу Там по картошке По весу делают То есть плененные немцы Получали больше Насколько достоверно Не ручаюсь Ну там в граммах Выставлено все Сколько яиц Сколько сахара На один день поделено Даже не верится Что это на человека дается Там обувь какую Бюстгальтер Там 3 года Чтобы носить Там нижнее белье Там 4 года Там обувь какая 7,5 лет Тут такие цифры Я их не знаю просто Поэтому Надо жить аккуратно Я знаю поговорка У старых людей была Старое не носить Новое не видать Но учиться надо ремонтировать Вы знаете как Долго люди справляют Там золотую Бриллиантовую свадьбу А молодые спрашивают Ну как Так у нас 3 года Почти 80% развились А вы как Со своей степаниной Это прожили так Ответ Ответ Мы жили еще в то время Когда старые вещи Ремонтировали А не выбрасывали Если жена не такая За хвост да в яму А старались исправлять И жили вместе Детей наживали В этом тоже что то есть А сегодня все меняю Меняю родину Бегут за границу Ну люди меняют Поменяют жену Что то будет по другому Ничего не будет Потому что в тебе все Ты начни работать Ну как старостам Значит у нас все сохранилось Бог миловал По зданию Бог дает хороших помощников Смотрят отопление Есть уголь завозят Я так какой тут Иждивенец приезжаю Но у меня еще И другая работа Это проповедник И благовестник Как проповедник Я отошел от церковной Это уже два года С лишним Не проповедую В Москве один раз Еще Отец Кирилл Меня вызвал А дядя стихарь Пришлось проповедовать А остальное У меня все идет На благовестие Это связано с книгами Относительно книг Я сразу как староса Тоже говорю Вот сейчас говорили О деньгах Нам нужна была машина Мы ее купили Купили И еще половина Денег за нее Не собрали Даже половина Не было И похоже Что никто и не думает Собирать Вообще нету Ни копейки нету Все остальное Падает на меня Потому что я платил Машина Хозяин ее Как бы Виктор Николаевич Савченко Потеряевки Там гараж построили Эта машина Нынче уже прошла Пятьдесят Примерно пять тысяч Километров Вполне Для нас это достаточно Тонну груза Берет практически Она рассчитана Брать с собой Семь человек Мы сделали Все что могли Что намечали Сделало ровно В три раза больше По расстоянию По количеству Двести сорок городов И районных центров Это что-то стоило Я все еще В бассейне Могу выйти Из этой обстановки Самое сложное Самое запоминающееся Я вот смотрю Как это вход Новые люди Нет Самое Вот Прямо перед глазами Это как выбрать Место ночевки Вот едем Все смотрим Налево направо Чтобы был съезд Трассы Куда отъехать Съехали А там недалекая дама Разворачиваемся назад Надо чтобы солнце Не село И не рано У нас столько условий Надо было выполнить И это все перед глазами Самое сложное Это выбор ночевки был Ну и подготовка И прочее И это позади И машину скрывали Ветками закрывали Там Все как надо Относительно Средств Вот У нас скончаются книги Первые Их уже не будет Часть я останавливаю Немножко там Хотя бы штук по 50 Потому что Симфонию уже не издать И где-то книг 5 Уже уходит все Мы нынешнее раздали 10 тысяч книг Подарили На 3 миллиона 150 тысяч Это чего-то стоит Относительно книг Я все как Ну видите Как староста Так уже это на мне Повисло все У меня было желание Такое Чаще встречаться С архиереями Со священниками Архимандритами И для церкви Дарить книги Но на практике Получилось так Никогда мы архиереем Мы пройти не смогли Хотя звонили Знакомые священники Как отец Иоанн Суворов Соединил по телефону Ни под каким видом Не идут Даже встреча Всего на 3 минуты И я ему ударю На тысячу рублей Ни под каким видом Я понял что Участь православия Такая как Охарактеризовал Патриарх Кирилл Духовная развалина Нас никто не гонит Сегодня Мы сами друг друга гоним Сами Православные Дальше я попытался На архимандритов Пониже Та же история Не с ними встретился Даже Которые уже лет 20 Знакомые Они заперты Телефон не дают Я тогда решил Так Где есть священники Хорошо знакомые Тогда им Ну не считая Которые Как отец Иоанн Отец Кирилл Вот были мы Допустим В Анжиросужинске Там служил Геннадий тогда был Потом отец Григорий Яковлев Которому Хришнаид голову отрезал Ну я туда Приехал И к священнику Ну что из этого будет Где только Служил отец Александр Пивоваров Болотное Мы туда Тоже проникли И тоже для церкви Подарил Отец Аким В Силькуле Омской области Я говорю Там я подарю Хотя уже решил Священникам Не дарить Они такие пакости И делают Выразить нельзя Они лгут В эфире распускают Что это Виссарион Это белое братство Похожее Там Ну даже Произносить Тошно Но тут Этому дали По хорошему Он составил Эту бумагу Подписал Печать поставил Отец Александр Мы 4 часа Как отъехали Да через 4 часа Если в нашей Каждой книге 64 страницы Светных Фотографии Даже не посмотреть И вдруг Звонит Беру Вы сейчас В Силькуле Было Или заберите Сейчас немедленно Книги Или я сжигаю Я даже своим Не побоялся Сказать Кто со мной ехал Это что Он даже не говорил А СМС сбросил Вот как Что там было Где он что нашел Но всякое Неодобрительное Слово О патриархии Они встречают Как смертный Приговор Самим себе А надо наоборот Было Горе не тогда Когда два пророка Будут ходить И мучить людей А горе Когда их не будет Если обличительный Глаз замер Это означает Бог покинул Они ничего Не понимают Но Мы уже были В библиотеке И там книги Оставили И вдруг Вчера Позавчера Из-за стилькуля Звонят Что делать с книгами А я знаю Священники Пролазят везде В силовые структуры Это смертельно опасно Они ничему не научаются Озглобленность Сатанинская просто Но Библиотеки Находятся они Бюджетные От администрации А у него С администрацией связи И он ничего Не может Из библиотеки взять А там библиотеки Там волшебные Сонники Ну библиотека Мирская Они против чего Не воюют Они против Только моих книг Ему надо Теперь через администрацию А губернатор Построили храм Этот храм Не покрова Называется Допустим А губернаторский храм Вот до чего дошли Это прямо И он это пишет В своей брошюрке Пишет Как бы похваляясь Это губернаторский Теперь они Значит Ну я теперь только прокручиваю Видимо через губернатора Разблизкая связь Тот на администрацию Книги убрать Четырем часам Он и не видал Этот администратор Ни одной книги не читал И в глаза не видел Но Поп его обольстил Ты блудничаешь Ты воруешь Ты разлагаешь Все Но В рай тебе место обеспеченности Со священником У тебя добрые отношения Вот смысл какой А нет Я тебе отлучу Я тебе запечатаю Засмолю вход Царства небесное Сегодня самое опасное В государстве Это православные Патриархийные Священники Архиереи Это самое опасное И нужно сказать Что Ну при всем моем Это Не то что не расположении А боязни За Александра Невзорова Я скажу Он прав Церковь никогда Не обходилась Безмирской власти Они ничего не могут сделать Но Столько отзывов От разных Неправославных Даже высказать нельзя И все это говорят Вот пошлите Сценники За что берут Разные такие Комедийные ролики Ставят Как попа свящает Берет деньги А машина Тут же сразу Авария Ну Судьба неисповедима То есть обман Всюду идет обман Ну что делать Ну я то нахожусь Говорю я в Сибири Нахожусь здесь Далеко Ну я что И она говорит И я говорю Да книги-то Вы хоть читали Нет Да книги-то Центральных библиотеках Страны Имени Ленина Исторической Парламентской Президентской библиотеки Да мы знаем Но указания Указания А на другие книги Были указания? Нет За последние 50 лет Не было И этот Не видел ничего Администратор Я говорю Тогда Возьмите их себе Они вам принадлежат То есть они Везде пытаются Что-то Ну у него не хватает Ума Что все это Против него Обратится когда-то Когда люди начнут Читать И поймут Что там есть Они говорят Что же мы сделали Но сначала Надо убить его А потом Прославлять Строить памятники Ну Господь сказал Жертвенники строите Убитым пророком Вчера снова Был я Ну Томскую Губернию проходили Это Томская область И вчера звонит И Да Томская Настоятель Сказал Чтобы книги Из церковной библиотеки Ваши убрали А там все-таки Я в двух городах Давал Там где кто-то Из знакомых служил Я против самого себя шел Я сказал Не давать А потом даю Почему Там кто-то из наших Служил знакомых Как отец Александр Пивоваров Это Большой-большой человек Через него батюшка Стал священником Я говорю А в чем дело Не знаю Ну сказал Но он теперь боится Его тоже Я говорю Ну возьмите себе Я что могу сказать Я могу взять себе домой Я говорю Можете взять Я вам благословлю Это вы мне благословили Такое сокровище Да я вам благословил Вот такая обстановка Они охотятся всюду Но Ну недосягаемо для них Я не знаю даже Для президента Досягаем или нет Библиотеки Такие как Ленина Я думаю нет И он ничего там не сделает Даже указом своим Ему нельзя ничего сделать Потому что Ну нельзя Там хранится все Даже этот Не расскажешь Какие материалы Там и Гитлер И Муссолини Все там есть Это хранилище Это как старость А что делаю Теперь По изданию этих книг Которые сейчас Все таки стихи Придется видимо переиздать Я над ними работаю Два Их четыре тома По 800 страниц будет Ну За все мне уже представили счет Полтора миллиона И кажется 36 тысяч Ну Полтора миллиона Тридцать тысяч я не беру А шесть тысяч я бы мог заплатить А остальное Только перед Богом Перед Богом Ну я проработаю еще версию Говорят издают в Китае И дешевле Ну стоит ли туда лезть Я даже не знаю Но туда меня сама Типография показала Издают Библии Все потому что бумагу Издают там Лез туда закупают Как они издают Чего я не знаю Но мне не издать Полтора миллиона Вы понимаете что Это вообще даже для общины Непосильно Я и не беру И не прошу Только прошу молиться об этом Я сейчас сам корректирую Каждое стихотворение Построчно И скажу что название Проповеди в стихах Оправдает себя Это проповеди И проповеди Которые Многих людей коснутся Я их выставляю Стихотворение в эфире Примерно на 100 человек Отрицательный только один 99 Это восхитительно Это гениально Там такие слова сыпят Я ничего в них не вижу Я просто не признаю их своими И все Это выше моего Развития Уровня и способностей Вот как староста Я прошу не трогать Переизбрание Капустину Как старшей сестры Потому что они все Как бы Ну ниже почину И я по неволе С ними сотрудничаю Здесь все настолько За много лет утрясено Даже вот приезжает Где переночевать Это все абсолютно к ней Ее место расположения Почти вокзал И у нее опыт Ну и у нее подход такой Видите как она С каждым находит общий язык Это надо все иметь в виду А вы молодые Будьте поближе Помаленько И ее как бы Освобождайте от многого Я постепенно все сдал Так По старости как будто все Перевыборы ваши Что еще Выборы старости На следующие три года Поступило предложение Оставить на занимаемой должности Игнатия Тихоновича Лапкина Сроком на три года Средний срок избрания Я хотел, чтобы проголосовали Поднятие Голосуем Я против Не знаю Воздержавшиеся Против Единоглас Живи Отчет о проделанной работе Старшей системы Сестричества Мы уже прослушали Отчет казначея Казначеем у нас является Алфимова Людмила Степановна Я в основном Веду отчетность Отчетность как общественной организации Она предоставляется сейчас Один раз в год Но если какие-то нужды Необходимы Там по банку Там еще какие-то вопросы Решаем в основном Вот у нас В отделе юстиции Мы зарегистрированы И какие-нибудь Такие документы необходимы Как Игнатию Тихоновичу Вот нужно было Когда он поехал То я тоже этим занимаюсь Вопросом Вместе с юристом Севастяном И он мне помогает И мы как-то вот так Вместе работаем По вопросам Какие необходимы В моменты разрешать Ну еще я допустим Собираю там различные Ну деньги Вот на Содержание этих зданий Этого здания Как церкви Если какие-то нужды Тоже там занимаюсь Этими вопросами Банковского счета У нас Как был в Сбербанке В краевом у нас Центре Он там на Комсомольском У нас Он сейчас закрыт Они сказали Он у вас без движения Вы лучше его закройте Мы в течение Наверное трех лет Пользовались И мы не платили за За месяц За ведение счета Ну нас как бы В архив отнесли А потом Когда стало Ушел Песоцкий То нам Меня вызвали И сказали Закрывайте счет И мы вас Как бы Это Если будете На общих основаниях Тогда пожалуйста А сейчас Как льготное Что мы с вас Денег не берем За ведение счета Это было 500 рублей Было заведение счета В банке у нас там Мы Если бы в течение Трех лет Это мы бы Сколько платили У нас на счете Таких денег не было Поэтому закрыли Эти счета И теперь у нас Банка Как бы такого нет Просто есть Если так Пожертвование Там Другое Там у нас счет И все И Ну вообще Какие Если ко мне претензии Я выслушаю Напутствия какие-то Пожелания Пожалуйста Ко мне обращайтесь Ну там еще Плачу там С Мариной Мы там За электроэнергию Там оплачиваем Да все такое И собираю деньги Вот за Все больше У меня Как бы нет никаких Так вопрос Собирают на содержание Дома Там на топливо Поскольку сейчас Как платят Нормально Ну относительно денег Примерно 350 тысяч Чтоб знали За машину Мне не вернулось Понимаете Что это деньги Я где-то должен был взять А второе У нас на топливо Ушло Нынче мы ездили 222 тысячи Интересно Как цифра какая Это на топливо Ничего меньше не сделать Хотя предлагает Как-то Сейчас уже мы Серьезно Порабатываем Я искал место Где сделать ставку Нам Между Санкт-Петербургом И Одессой И между Молдавией И Москвой С той стороны И все видите Как слагается Вот-вот я собираю Все книги И уже договариваемся С разными организациями Ну как-то Прозондировать Как дешевле Туда отправить Или специально Кому-то прицепиться Или контейнером И сколько То есть эти вопросы Перед Богом Принесите И теперь У нас сбор Ну Тут что На церковное нужно Но На это надо собирать Это на благовестие На благовестие Вы знаете Кассиру Я деньги Это не вижу Дальше отдаем шоферу Дальше они Отчет И точки выдают У нас все До копейки высчитывается Ну и помнить Что я Плененный Пока я из плена Не вышел Даже относительно этого Если у нас Будет поездка Поездка такая Большая С большими Такими расходами Ну Посильная нам На 14-й год Я говорил У нас замысел Такой Чтобы найти спонсора Который дал бы Такую же По вместимости Машину Зарубежную Эту зарубеж Не пустят И выйти Заранее подготовить Зарубежные паспорта Я даже уже Примерно договариваюсь Откуда В Германии Подготовят нам С нами человека Который Хотя бы Два европейских языка Знает И проехать До Португалии Опуститься До Греции Под Ла-Маншем В Англию Войти в Скандинавию И через прибалтийские страны Вернуться домой Это на 14-й год Сегодня Это для нас Просто фантастика Но Видя Как у нас Все получается Это вполне Даже И спрашивают А если там Конечно Работать не с тем Населением А с нашей Иммиграцией С рассеянием И нам есть Что еще дать И вот оно И к концу И подойдет Еще Игнатикович А у нас Такая ситуация Сложилась По поводу машины И вам необходимо Такую машину Уже другую Да И чтобы взяли На нас Расходы На евро Потому что Там уже И мне предложение Вот эта машина Которая Коплена была В прошлом году Я считаю Что ее нужно Продать И Это Фундамент Как бы Основанием Для Ложиться Для вас Каких-то там Таких Расходов Финансовых И Или покупку Дальше Как к этому Опадает Во-первых Продать До стоимости Не продашь Это сразу Определенно И дальше Мы снова Обезложили Работать Сейчас мы Начинаем Только по тому Краю А юг Вообще Не захватывали Эту машину Даже неприкасаема Настолько Она благословенна Настолько Хорошо обошлось И мы живые Вернулись Все что мы хотели В эту машину Вложено Ее трогать Даже нельзя Это отпадает Деньги эти Нам не достать Только усильте Молитву Как-то Бог делает Так Ну представьте Почти на 14 миллионов Только книги изданы Это миллионы Я по квиткам Стал смотреть Я пришел в страх И откуда Еще спрашивают Откуда Эти кто Деньги Ты давал-то Ясное дело Что я даже Не записывал Перед Богом Все И так и здесь Опять как-то Все может уладиться И опять все будет Я могу сказать Только я ни разу Еще голодно Не ложился спать Ни разу Я пенсии Вообще не вижу Уже больше года Она у меня Беру и До сто процентов Все туда ложу Но меня подкармливают Ну как подкармливают У меня сухари есть И хлеб стряпают Муки дали Как раз именно Я та фигура Которая На минимально Может протянуть И не задохнуться И в то же время Все так получается Еще раз говорю Кто может лучше Подходить И я сдам Ну в чем-то Я еще не могу Быть замененный Как автор книг Реагирует Что автор Вот в чем На что людей Ну остальное Это как-то Могли бы уже Тарик Ильич Да все уже Подголосов По этому вопросу Можно По вопросу О благовестии Значит Вот сказали Что нужно Думать о том Чтобы возместить Вот эти потери Наши финансовые На покупку машины И на благовестие К благовестию К вопросу о благовестии Вот люди Которые едут На благовестие Скажем На месяц уехал Он работал Он где-то Оставил работу И за это время Он ничего не имеет Практически То есть его семья И он Надо как-то Это тоже Компенсировать Этому человеку Почему Он должен Это свою зарплату Оставить И уехать Значит Благовестие Понятно Что это благое дело Но все остальные Не участвуют в этом Да значит Вначале Я об этом говорил Объявлял Но пока На это Даже рубля не поступило То ли нету То ли не хотят Ну У нас такой народ Что они Так опошлись Неизвестно Мы не обговорили Какую сумму И что И как Как это нужно Нет Обговаривали Как кто хочет Поскольку Можно обговорить Кто хочет Вот это знаете Как кто хочет Нет Это не обговорить Обязанность Не вменять Мы уезжать будем Эта трассе Без возвращения Три с половиной месяца Вот на три с половиной месяца Уехал Да и все Тридцать тысяч сэкономили Так Эти деньги Че сэкономили Тогда и раздайте Кто Кто-то нуждающийся В этом Вот они Зачем они Лежат Тридцать тысяч Так Тогда отдельно Еще подумайте Как это сделать Предположение Это повторное Но оно С места не двигается А что у нас Еще где-то У кого-то что-то есть Это бог знает Есть или нет Иногда люди говорят Да я маленько Припрятал Оставил На черный день Сейчас припрятаю Ты не знаешь какой черный день Вот заметьте Выражение какое Конец света Слово Конец света Люди понимают Кончина мировой истории Но это и буквально Света не будет Наступить тьма Черный день Вот для этого Ты подбеспокоишься Мне сейчас вопрос На Украине Сейчас там Закупка хлеба Идет Люди все прячут Говорят там 22 декабря Будет конец света Конец света Будет не потребуется Ничего Там будет уже суд Мертвецы встанут все А они заготавливают На конец света Понятие какое Относительно света Вопрос другой Сегодня люди Даже не знают Что самое главное Вот как бы сидят И такая система Поисковая Google Гугл говорит Я все знаю Другая там Янтекс говорит Да я не меньше твоего Уже теперь знаю Там Ютуб тоже говорит А электричество молчит Говорят А ты еще молчишь Тут все понятно Я один раз Говорят выключу И вас никого не будет Так что надо понимать Где все таки Главный выключатель Это в нашей совести В желании уладить Господу И сегодняшний день Считать последним Нас так настраивает Святая Библия На черный день Да если бы на черный день Готовил что-то Апостол Павел Его бы не было Он говорит Для меня жизнь Христос А смерть Приобретение А что она приобретет Смерть Когда об ней даже не думал Жил и жил На внуков На детей Прокармливал все Начните помаленьку Откладывать Мы к этому побуждаем Об этом много проповедей Ивана Златоуста Надо жить Напряженно И Господь смотрит Даже Лепта Какая-то маленькая Но она Внезапно начнет разрастать Ищите помощников Спонсоров Знакомые где-то Ну Напрягитесь У нас год был Этот очень успешный И думает Что его практически Никому не повторить Во-первых Такого материала Нету Нету И это все благословения Это молитвы И мы молитву прямо ощущали Вот ехали И понимали Сколько у нас было случаев Могли погибнуть И мы вернулись Даже без повреждения Это Бог так сделал Даже поломки какие Они Ну не помешали нам вернуться Хотя Я уже был в панике Когда мы тут Он остал Мертвая машина остала И все Какой-то там Кизикуль какой-то И как Ну это не наше уже Кемеровское Так дальше А что ты секретаря Работала плохо У вас чего тут Работы не было На занятия не ходишь А так-то хорошо работал Работы не было Работала плохо Это хорошо Как раз говорит Врач хороший Не тот У которого в больнице Полные больных А больных нету Вылечил всех Тут надо еще По-другому рассуждать Я раз не было Никакой работы Значит все у тебя В порядке Юстиция нас не трогала Как-то новое там Как перерегистрация Что-то было У нас тут юрист В этом деле Печать у нас новая Сейчас К нам вообще Претензий Нигде нету У меня есть поручение Попов 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 Говорю Пупков Чтобы нашли место Для занятий Я отошел от этого Я вообще не вылажу Из-за компьютера 14-16 часов Ежедневно Я провожу За компьютера Ежедневно В 5 я уже Здесь Иногда заканчиваю В 11 вечера И вижу Что необходимо И у нас Дело очень быстро Спорится Я все Заготовлю Кому-то передам Кто-то из нас Может после моей смерти Мы готовимся На большее Видите Как Господь Располагает Дальше Выбор Старшей сестры Сестричества У нас поступило Два предложения Первое предложение Оставить На занимаемой Должности Капустину Татьяну Кузьминишну И второе предложение Выбрать Кручину Анну Да Александровну Прошу Проголосовать Кто за то Чтобы оставить На должности Старшей сестры Сестричества Капустину Татьяну Кузьминишну Кто воздержался Кто против Поступило предложение Татьяну Кузьминишну Единогласно Проголосовали Чтобы ее Оставить На этой должности И Кручину Анну Александровну Сделать ее Помощницей Чтобы она И постепенно Передавала опыт Да Серьезные помощницы Постоянно Чтобы узнавала Какая нужда Она видишь Она не успевает Везде Но все через нее Идет Адреса Все телефоны Все взять Далее Старшая сестра Это не значит Что она должна Что она должна Все делать Обна Ну да Ну да Ну да Определять Помогать Дай Секретарю вопрос Выборы казначея Поступило предложение Подождите У нас По порядку Идет выбор Сестры Я читала Далее Выборы казначея Поступило предложение Оставить Алфимову Людмилу Степановну На занимаемой должности Прошу голосовать Кто за Кто воздержался Кто против Единогласно Оставлена Алфимова Людмила Степановна Казначея Секретарю Поступило Два предложения Оставить На занимаемой должности Добунову И Либо Выбрать Секретарем Третьякову Юлию Викторову Я хочу сказать Третьякова Юлия Делает то Что не сделает секретарь Она Супермодератор На форуме И полностью ведет сайт Не столько даже Игорь Только она Они вдвоем там Поэтому и поступило Так вот Ну она Это Разные Уже Калифории И при том Она делает как положено Все И даже в Мейл.ру Она По просьбе моей Организовала Никто не мог Организовала Второй листок Для меня Боясь Кто меня уничтожит Николай У меня предложение По ведению собрания То есть Вот предлагает Кого-то Да Ну там Иванова К примеру Да А потом Сидорова Выбирает Иванова Мое предложение Такое Что Сидоров Автоматически Становится Помощником Иванова Как и сказали Нет Это не говорили Что она избранная Она там То-то То-то А это автоматически И поэтому Дела постепенно Потом будут Переходить Да Вы не думаете Что в Америке Проголосовали за барак Если выбор между нами А второй Теперь Который не набрал голосов И он нигде Нет Он ближайший Теперь будет Правительство Он помер У много голосов За него Чуть и половину Америки Это точно Такая же ситуация Чтоб не отвертелось Дальше Отчет о проделанной работе Членов церковно-приходского совета Члены церковно-приходского совета У нас являются Бауэр Севастьян Викторович Бальгуев Николай Валентинович Добунов Игорь Владимирович Яковлев Виктор Андреевич Кручина Николай Павлович Есть ли смысл каждого выслушивать Или В общем Списком Какие-то Есть нарекания Замечания К работе церковно-приходского совета Кто-то хочет Из членов церковно-приходского совета Может быть выступить отдельно С какими-то предложениями Мы можем уйти Игнать эти пачки Дети устали Ну тогда давайте перейдем К выборам Членов церковно-приходского совета Поступило предложение Оставить церковно-приходской совет В прежнем составе Голосуем Кто за Кто воздержал Кто против Единогласно Выше указанные Братья Остаются членами церковно-приходского совета Сроком на один год Далее Отчет о проделанной работе Исполнители-наблюдатели За отчетный период Докладывая Забунов старший Исполнитель-наблюдатель Ну как Игнатий Тихонович сказал Когда ничего Нечего сказать Значит все Тишь да гладь Да Божья благодать У нас все все знают Сестры Кто сомневается в себе Подходят Говорят Ну иногда там что-нибудь скажешь Там юбка задралась Это уже Так мелочи А так все Все Детей Сестры у нас Невероятно У них совесть Кристально чистая Если что-то кто-то шумит Они их сами берут Выводят Не надо Уже ни шуметь Ни говорить Ну так все получилось Видать молитвы Все таки И то что Мы все искренне веруем В Господа нашего Иисуса Христа Делают свое Доброе дело Да До такой степени Что даже иногда засыпаешь Поэтому Я просто всем говорю Бодрствуйте На молении Там на молитве дома Я не знаю Как оно Всего бодрствует А здесь Надо бодрствовать И молиться О нуждах Церкви И еще попутно Так как у меня появился Автомобиль Очень проходимый То Сестры Если кого-то надо Подвезти Сейчас снега И очень скользко Под снегом Вчера шли Чуть не разбились Поэтому Милости просим Вы там просто Подходите Сейчас когда закончится Все И говорите Я вас довезу Собирайтесь Четыре человека Входят в машину Хоть два рейса Хоть три Я всех могу перевезти Тут недалеко И я не застряну Главное Так что А с братьями Ну если у них У них такие машины Низкая посадка Вы аккуратней А то они застрянут Будете толкать Поэтому Вы поняли меня Да? Не стесняйтесь Пожалуйста Ну все Я считаю Что Все сработали Хорошо А у нас же Анна Кручина Она входит В наш Наблюдательский состав Правильно? Дыгунов Фольгуев Яковлев Гончарук И Кручина Анна Александровна То есть Получается Что Если ей туда Там должность И туда Не знаю Не загружено будет Ну ладно Все тогда Всех оставить На своих местах Голосуем Кто? За Все Все Кто воздержался Кто Встраивает Все Исполнители Наблюдатели У нас остаются Сроком на один год В прежнем составе Выборы Ревизионной комиссии Это у нас является Формальностью Но тем не менее По уставу Это положено Поэтому мы Такую комиссию Имеем Членами ревизионной комиссии У нас является Загуляева Наталья Валентиновна Жонарова Нина Александровна И Петеримова Алектина Пантедреевна Ну тут даже Отчет Никакой не ведется У нас Просто Поступило предложение Оставить Оставить В прежнем составе Кто за Кто воздержался Кто против Единогласно Вышеуказанные Сестры Остаются Членами Ревизионной комиссии Сроком на один год Ну у нас Следующий вопрос Идет Доклад О работе Детского Путылославного Лагеря Хорошо Начальник Детского Лагеря Пока считаюсь Я Уже считаюсь Я все Успел Должность Распределить Старший Воспитатель Ну все Так как и было Идет Нынче был Сороковой Год Сорок лет Позади Это не два года Те годы были Нападки Большие По инициативе КПРФ Коммунистов Участвовала В этом нападке Прокуратура Но наверху Самая прокуратура Краевая За нас заступалась Там был тогда Генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович Прокурор края И он Ну помогал Все это глушить Подключилась ГТРК Потом суды были По всем судам Они проиграли Дали опровержение Заплатили мне За оскорбление И МК на Алтае Московский комсомолец Такая газетка В то время Она была более Негодная Чем сейчас Сейчас нормально У нее статьи идут А там просто поганая была Ну и С ними навели Они своего корреспондента Прислали И написали хорошую статью Хорошую То есть нормальную Как было И поэтому У нас все тихо По милости Божьей Нынче тоже Я приезжал Только узнавал Как я в отъездах был Нарушений не было Старший воспитатель Там Виктор Николаевич Но Тут теперь Но на будущее Если все будет Благополучно И мир еще на земле То на следующий год Мы выезжаем И один из шоферов Шоферов должно быть два Это Савченко Который заявил Я не поеду Если буду один Второй Я думаю Что почти договорились Кручина Николай Вот Выезжать на 3,5 месяца Виктор как учитель Не требуется доплату У нас Я пенсионер А только трое Будем Только Относительно Кручины Если у него есть Старый подкожный жир Он проживет А нет Ну не дается Ничего нет Но оставлять мы не можем Поэтому старшим воспитателем На лето Будет провозглашен Пащенко Владимир Александрович Вот он съемку ведет Как раз Мы говорят Да ну он там не потянет Да он то другое Потянет У нас все тянут Потому что Очень мощная поддержка Там В самой деревне Какие люди Какое отношение Сестры приезжают У нас настолько Все это отлажено Проверено Чтобы когда приедет власть Он сам не вылазит А сразу батюшке звонок Батюшка придет Ну и что нужно Там сказал Сказать временные Исполняющие обязанности Так скажем В Рио Вот и все Относительно детского лагеря Не было ни одной аварии За это За 40 лет Ни одного отравления Никакой гибели Ничего этого Не было 40 лет Я подвожу итог За 40 лет Раньше было детей В среднем У нас лагерь С взрослыми вместе Родители могли Там же отдыхать 108-109 человек Нынче у нас Меньше несравненные людей Ну Делал этот лагерь Тоже что Так же идут Так же за ягодами На конях На лодках Ну Мы ничем не отличаемся От тех годов В работе своей Только меньше ребятишек А сколько будет завтра Мы не знаем Хотя сегодня уже спрашивают С Москвы и дальше Как к вам попасть Так что Обстановка может внезапно Измениться И лагерь снова будет Полноценным Как и деревня Вот о лагере Аминь И последний вопрос Доклад о работе Детской воскресной школы Докладывает Дюхов Педагог Все хорошо у нас Дети у нас подрастают Маленькие у нас Сейчас уже Там Акелина Полина Полина И вот Надежда Андреевна Ой Надежда Васильевна Как директор Нашей воскресной школы Она у нас Директор Мы так Делимся Да Вот она Предложила Разделить детей То есть И она Допустим Вела бы занятия Уже со старшими Потому что Старшим надо одно А маленьким Им надо картиночки Чем-то как-то Их завлекать Как-то вот этих Вот по которым По два года И если без картинок Они убегают Они начинают под стол Лезть А так они слушают И их вот надо делить Вот я как бы Хочу чтобы она Это дело довела До конца Достала все свои Там сундуки Все распечатала И подготовилась Либо вот Можно чередоваться С Игорем Игорь очень замечательно С детьми Со старшими Вел занятия По ветхому завету Они шли Без картинок Без всего Просто брали Ветхий завет Он очень интересно Рассказывает И можно Со взрослыми Детьми по очереди Когда она не подготовилась Он может в любой момент Сесть с ними позаниматься То есть Вот у меня Такие два Основных помощника Хорошие Все молчишь Ты смотри Я как попечитель Считаюсь Никто про это Может даже Толком не знать Что такое Какие у кого нужды Какие нехватки Все время обращаться ко мне Поэтому Какие остаются Продукты Мука Крупа Масло Сахар В те годы Мы узнавали Многодетные И где отправляли Прямо машинами В деревню Я раздавал Машинами Столько у меня Была помощь Ну тогда Помощники были Такие Через прокуратуру Главный банкир Песоцкий Управляющий Сбербанка Те которые Помогали Баварин Мэр города У нас было Большое Население И много Было продуктов И мы все Это раздавали И особенно Тем у кого Какой-то недостаток У кого что-то Не хватает Вы обязательно Мне говорите Тогда мы Это вынесем На обсуждение Как помочь Человеку Ну Естественно Не машину покупать Речь идет о том Чтобы Войти в эту корзину Как называют Не умереть голоду Если это все Я вот Вопрос услышал В прошлый раз Польгуева Надежда Ивановна Меня спросила Ну вот вы Что писали Теперь Вот при переиздании Хотели бы что-то Подправить Там Выправить Как говорят Дополнено Исправлено Я так понял И поэтому Речь идет сейчас Не об издании книг А То есть Это уже написано Было в прошлые годы Я ответил Что у меня Вот в стихе Я видел Как Пушкин пишет У него Десятки с одной Он подыскивает Какое слово Я нигде не делаю Вот я принес Распечатать Можем посмотреть Год 2007 429 Полностью По 9 куплетов И ни одной Помарки Я просто пишу На чистые 2008 440 стихов Вот 2009 421 стихотворение В общей сложности 1290 Я дома перелистал Ни одной Помарки Нигде нет Я просто Чистую Пишу И всегда стихотворение А как это может быть Я этого не знаю Я просто пишу И пишу Строка за строкой Идет Неудачная рифмовка Как сейчас некоторые говорят Это такой смысл Мы там хотели Уже из интернета Уходить И с сыном Наткнулись Сейчас только ждем Ваших рассылок Ну да Смысл то есть Но я не поэт Повторяю Я пытался Пропаде Сказать Стихотворной форме Вот и все Тут принес Специально Посмотри Чтобы убедиться В этом Теперь относительно Средств Для благовестия Напрягитесь Подумайте Как это сделать Каждый у себя Откладывайте Носить еще не надо Весне мы подобьем Итог А если не будет Вы знаете Когда весной Начинали мы Об этом думать Сказали А если деньги на машину Не будут Я говорю А я об этом не думаю А они будут Меня батюшка Один раз в городе встретил Как я выходил из банка Только единственный раз Он глаза на меня такие Что Первый раз он меня встретил Обычно он приезжает Ходит в город И я не выхожу из дома Вдруг он меня видел Я выхожу Из государственного банка А ты что здесь Я не стал говорить Скорее За свои пенсии пошел Деньги не были собраны На благовестие Вот 220 тысяч А у нас в общей сложности Там 50 что ли Было собрано Остальные тоже на мне Расходы были На мне Деньги будут И работа будет Но не забывайте только что В этом вы уже не участники И награды ваши Искать там не надо будет Поэтому позаботьтесь Если у кого есть подозрения Что мы выманываем деньги Потом мы их тратим на себя Не давать На стопроцентном доверии Тем более деньги Сразу передаются в другие руки А если на книге будет Только перевод на типографию Так у меня одна есть тема Ну и надо на будущее Озвучить ее Вот Виктор Андреевич Ждал мне материал Я его в тот же день Пересчитал И решил Что после собрания Видимо в следующий раз Прочитать Несколько строчек Засчитай Чтобы все ознакомились С этим материалом Материал серьезный Допустимо ли самостоятельное Изъяснение Писания Нет И в православной среде Сегодня Особенно среди миссионеров Заметно неофитское Стремление Растолковать Священное Писание Как подсказывает Сердце и разум О Богодухтовенности Самого Писания Свидетельствует апостол 2 Тимофея 3.16 Все Писание Богодухновенно И полезно Для научения Для обличения Для исправления Для наставления В праведности На Карфагенском соборе 397 года Был выделен Весь корпус Богодухновенных книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета Богодухновенность Подозревает Не только то Что истинным автором Писания является Сам Бог Но и то Что верное понимание Писания Достижимо Только при содействии Божьим И невозможно При автономном Его изучении То смысл понятен Да У православных 6-й Вселенский Собор 19-е правило Запрещает Толковать Библию Вопреки Толкованию Святых Отцов Все кто не православный Они говорят А почему именно Да Дух дышит Где хочет И я буду Правильно Он где дышит Где хочет Ну ты почему Отметаешь сразу 2000 лет Ты посмотри Как до тебя Это место было У меня на дому Были разные Разные сектанты Я задавал им вопросы И они практически Не могут ответить Ни на один вопрос Даже о 10 девах Я даже задавал вопрос Не кому-то А таким людям Которые у них Проповедникам Я говорю Богу Невозможно В двух непреложных вещах Там говорит А Павел Солгать Что это такое Сразу в тупик Вот притча Самая короткая 13 глава Матфея 33 стих Царство небесное Подобно женщине Которая взяла Закваску Положим Триерной муки Я спрашиваю Присвитера Не православного Что это означает Ни три меры Ни что такое Жень Он не знает А как вы знаете Святые отцы Поэтому одних Сверху поставил Апостолами Пророками А в третьих Учителями Вот Сегодня разные Разные учителя Там называется где-то Или Елена умывает Или Пенна там будет Или кто-то еще У нас учителя Это с первого века Игнатий Богоносец Поликарм Смирский Ириней Леонский Златовус Василий Великий Григорий Низкий Прим Серин Блаженный Августин Иероним То есть у нас Сонны святых И поэтому здесь Будет показано На основании Всех этих святых отцов Что толковать Вопреки святых отцов Нельзя Это гибельно Исайя 55 глава Мы оставим пока 8-9 Мои мысли не ваши мысли Не ваши пути Пути мои Говорит Господь Но как небо выше земли Так пути мои Выше путей ваших И мысли мои Выше мысли ваших Если у вас есть Какие-то соображения К следующему Ну если Господь позволит После богослужения Батюшке не будет У нас больше времени И вот просчитать Немного совсем Сколько здесь Вот Я даже сейчас назову 9 9 страничек Это Нас подогреет Ревновать О том чтобы Обращаться к святым отцам Так Вопросы Если ничего нет А время уже к 11 Идет Мы поблагодарим Бога И оставайтесь Кто может Попоете Будет Трапеза И потом заниматься Два слова Ну кому Молодые Кто знает И умеет Мы покажем Потому что приходим Каждый раз Забитый пылесос Каждый раз Видать Я тебя оставила Чистым Я не вытряхнула Я в этот раз не говорю Я в те разы Все время забывала Чистый Да Галь был в этот же раз Но вот Галя после себя Вытряхала Мы после вытряхнули Кто-то не умеет Там сложно Поэтому обращайтесь И убирайтесь Пожалуйста Почище Так И второе Вчера Под полниками Под резинками Под резинками Я вчера стою Заходим Одна сестра Зашла уже в коридор Дверь за собой закрыла Напротив кочегарки И вдруг такой стук раздался Я думаю Что это за стук такой А она Ногами ударила по полу Я ее остановила Говорю Ты что делала Ты что А снег стряхнуть Ну как стряхнуть А там веник на улице Уже внутри храма В храме должна быть Мертвая тишина А мы тут Что будем делать Кажем Ногами подняла Как дала Многие Подошва видать толстая Она как шлепнула Я даже глухой Я опешил Этого не делать Если у вас так принято В квартире делать Это уже внутри Как бы жилого помещения Находитесь На улице надо делать На улице Там топчись Там веник Ну так что угодно Даже говорить Не следует об этом Ну я как староста Скажу что Огорчений никаких Их не было Ну Просто все идет Как надо Я не вижу А вон Михаил Значит Петрович Он тут Эконом И все у него Здесь на нем Есть Я даже не знаю Стоимость угля Как привозят Он договаривается Особенная Дельная благодарность Аллинуя Он не вымолит Он не вымолит Володя топит Сейчас Володя Собирает 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 Батюшка договорился Кажется Расчетли с полы На что ли Ты еще платить И он поэтому Утром вечером Тут бегает Приходит Он рядом здесь Никуда не надо ехать Я считаю Батюшка Это правильное решение А то Как там Топить Не топить Сбонят А уже время вечернее Он даже вещи Он пришел Успел сделать Утром встал сегодня Он все закоплено У нас был один раз Мы попались Вот это вот Кто-то задержался Затопили А уже все перехватило Именно поэтому А когда он здесь один Он все время приходит Надо не надо Он заходит Смотрит температуру Я думаю Это один Один Это уже ответственный Как положено Так что Ну вот Предложений Никаких других Их не было Ну батюшка Обдумал Прежде чем сказать Так Батюшки-то нет Но я скажу Позаглаза Он как-то сказал Врачи не знают От чего Это болезнь у него Там инфаркт Ну что-то там Миокарда Я не разбираюсь Врачи не знают Но в общем-то У них материал такой Что они могут Вряд выстрелить Главное вот от этого Второе Вот это Главное-то Мною Батюшке не относится Ни переедание Ни вино Ни другое Но у него есть еще Что я ему говорил Ты сердцем будешь болеть Дело в общем Я ему говорил Почему? Он после еды Ложился на бок Этого делать нельзя Минимум два часа А это абсолютно доказано Во всем мире Доказано настолько Что даже доказывать не надо Я ему говорил Не ложись Как-то Не ложись Ты ослабляешь сердце И сердечную мышцу Нельзя этого делать А Яромов Каменский Говорит Будешь болеть сонной холерой Я ему говорил Поэтому это не за глаза Я ему это говорил Поэтому Уже для вас говорю После еды Не ложитесь Вечером Хотя бы за два часа До сна Не позже ешьте Больной будет желудок Больное сердце Доказывать еще не надо Вот так Ну я конечно Еще то что он Чай когда-то пил Кофе Ему это не нравилось Я говорю А я тебе говорил Тоже не пей Не разогревай его сердце Оно у тебя хорошее Конечно он попадал В обстановки такие Может это Ну надо теперь Молиться крепче Так Николай Пальгуев Такое дело брат Сегодня за тебя Ну у нас батюшки нет Видимо через две недели Ты эту тему продолжим Относительно священника Поездки там И проще Как следует Подготовь ее И мы Тогда Пока батюшки нет Вот я и хочу Слово у него есть Да сейчас еще Говорит батюшки нет Без него не надо Это тема Ему только подошли Вот я и хочу Без него сказать Я считаю Что этот вопрос Вообще даже Не стоит поднимать Это раз По одной простой причине Что нам Эту проблему Не решить никогда В жизни Никогда не решить Это раз Во вторых Значит нужны Ну как сказать Ну смелость Какого-то человека Однажды Это прозвучало Я помню Давно Давно Что вроде как Тайна Или не тайна А как бы Полутайна Направить человека В Барнаурскую духовную семинарию Чтобы он ее кончил Его там рукоположили Нашего Выкормыша Я опять назад Его верну Он что вольный священник Куда хочу Туда лечу И сюда пришел Вот готовый Рукоположенный Вот и все Вот это сейчас осталось Единственный вариант Чтобы батюшку Напрягать Бесполезно Ему осталось Сколько Никто не знает Вот эта тужинка Там в любой момент Может схлопнуться опять И готова И нету батюшки Вот и все Поэтому его оставим в покое А сами Будем потихоньку Помаленьку Готовиться В московскую батареархию Вот и все А вот теперь Вот решите Кто из вас готов Туда идти Прилюдно Перед паперью Или где-то там Перед амбоном Стоять и исповедовать От священника Вот и все Так Вот относительно Рукоположения Там А потом сюда Получить Он скажет Я тебя туда не назначал И он сразу же На него запрет Может наложить Я знаю то что У древнеправославных Был такой Человек Александр Он очень неизвестный Это его книги писали Старобрядец Он в московской Заканчивает семинарию Заканчивает академию Но от своей корней Не отходит И теперь он у них Патриарх Александр Патриархом теперь Он избран у них Вот к нам приезжал Этот Отец Андрей Знаете Из древнеправославных То есть Окончить там можно Чтобы рукоположили Специально Но это Ну можно Мы сейчас можем Незапрещенный Отец Павел Вот Ярмоленко Ну пригласили только И больше всего Но надо чтобы его Утвердил-то Иларион Не просто мы так Беклапоповцы какие-то Вопрос намного сложнее Поэтому так Чтобы мы сейчас сказали Пишем заявление Они хотели Мы Московская патриархия Как староста Еще не сказал Что у нас были встречи Епархии Они от дальнейших встреч Отказались полностью По Теряевке Такой момент был Деревний день Батюшка там Тельца упитанного Заколол баранов Все подготовлено Они отказались И вот это Как они нас Преследуют Туда ни под каким Видом И никогда Дело не в наших Священниках Это система Система зла Вот это Сергеянство Ну Как было Это была Обновленческая церковь Они предавали Священников А всех Узников Которые сидели За Слово Божие Это предатели Это в истории Церкви не было И поэтому Мы там Чужеродные Хотя тысячу раз Распинались перед ними У них нет Обращения От Слова Божия И оно им вообще Не нужно Как будто бы И поэтому Пойти туда Вот сегодня Как есть Это не то что Даже говорить не о чем Я посчитал Это приговор к смерти Ну да Я как бы В продолжении Вот вы сейчас сказали У меня это откуда родилось Я много думал Там Как бы На семейном совете Это не тайна Никакая То есть почему Потому что мы сейчас Как чужеродное тело И для нашего митрополита То же самое Он не знает Что делать Куда Ему Ему самому-то осталось Может лет жизни Там 5, 6, 7, 8 Зачем это здоровье Портить Эту Эту Гангрену Которая назрела В лице Игнатия Допустим так Вот да Он думает Это же Ты посмотри Что он делает Он всю страну баламутит Подкапывает И прочее Ну зачем мне такое Он больной Пусть бы он ушел куда-то К старообрядцам Или к грекам Или куда-то Мне кажется Вы понимаете Вот у него сейчас Такие мысли есть Почему? Конечно Потому что ответа батюшки Нету Батюшка писем Сколько написал Два письма Есть ответы? Да мы никому не нужны В таком состоянии В каком мы сейчас есть Вы понимаете? От нас как бы Ну Конечно Запах как бы Не церковный Ну Я бы сказал такое Что все так воротятся Как бы нос воротят Потому что какой-то запах Другой совсем У них Смертоносный Для них Конечно Поэтому нам сейчас Этого не достичь А потом у меня За чашкой чая Будем так говорить Возникла такая мысль А может быть У нас уже есть священник Тайно рукоположен Мы то откуда Что знаем? То есть это он может сделать В его власти Вот в чем дело Я говорю Что сейчас уже есть И у меня родилось такое С женой то сидели Говорю Слушай Так мне кажется Виктор Андреевич Нельзя в Америку ездил В общем пока остается вариант Самый благоприятный Такой нет священника Мы не отрицаем По-моему у него не только Чашка чая была Благодатность московского Отрицания никогда не отрицаем И поэтому Пост наступил Вчастились Община сохраняется Община бывает будет Мы не нужны Это правильно Но мы ничего не теряем С нами Господь Христос Пока нет Я советовал В каждой церкви Вот у вас сколько прихожан Они ни один не может ответить Священник У нас конкретное число Сколько И сказали Кто как пришел К Богу В общину У нас написали Вон 84 свидетельства Они ни одного не могут написать Они этого не знают Когда мы стали говорить О этих правилах То мне ответили священники Ну если такие правила Я должен выйти сейчас Из храма И вместе с соглашенными Я говорю Так и выйди Покажи пример Начни сам с себя Так что Мы для них Хоть и подвешиваем состояние Где-то Но они нас все время помнят Вот слово сказать Сейчас Управляющий Делами Московской Патриархии В Арсенофе В Бензинске Саранске Кажется где-то И он сейчас выступил С таким Воззванием Или как Против Обогащения священников На таких крутых машинах Говорит Ездите И научились заводить связи С мирскими властями Я это все учту Когда нужно Отчислять на епархии Вы такие бедники А теперь мы учтем Это дело Сколько в епархии Отчислять то надо Но сделал оговорку Я говорю только О своей епархии То есть на таких Машинах ездят Ну и все остальное Священники Что Даже говорить не надо Что они не бедно живут Это управляющий Который батюшку Нашего приглашал Но приглашая его Они ему телеграмму Кажется дали Они сказали И можете взять с тобой Брата вашего Вот Я сказал батюшке Ни под каким видом Ехать не надо А приглашаю сюда И он решил Ну не поедет Сам митрополит Он должность Ему не позволяет Хотя апостол Могу Павел Заехать Христос Заходил В такие дома Ну и дальше Видно было бы как Ну никак Конечно результат Мы никогда Не пойдем В московскую патриархию Потому что Это смерть общины Смерть деревни Смерть лагеря Это абсолютно одинаково Даже нас никто не знает Даже прочитает Один листик А как это так Вы неодобрительны Патриархии Я вчера Этому священнику Говорил Все книги Написаны В пророческом духе Я никогда Не заглядывал В глаза Нравится вам Или не нравится В каждой книге В среднем Три тысячи Выдержек Взятые из Библии Одну тысячу Экземпляров Всего я издаю Вот сейчас Батюшка Привез Тихон Шевкунов Скажется Второе и третье издания 150 тысяч экземпляров Но она ни одной души Книга не возродит Он интересный Встреча с кем-то Встречался с такими-то Священниками Но так ли было Проверить нельзя Ссылки на писание Ни одной нету 100 тысяч Осипов Но это проповеди Хорошие Но нигде не тронет Положение самой Патриархии Он нигде не трогает Положение Руководства Нигде Это не в духе Пророческом Это не сходится Со словами Иоанна Златоуста Который громил Священников Громил Архиереев И власти Царису Вот как Они все время Ужимаются Чтоб кого не задеть Чтоб его с места Не изминули И нам было бы Здесь хорошо Книги мои Написаны не в этом духе Они никому не угождают Когда я вернулся Из-за рубежа Меня очень много спрашивали Мы уже к зарубежной церкви Относились Я сказал Им хорош всякий Кто говорит плохо О московской патриархии А сегодня слепились И уже Я не плохо говорю Я говорю то что есть Они запечатали благовестие Главное упор Делай на монашество Без благовестия Нет рождения Нет семени Утроба пустая Ну и все кончилось Надо идти на благовестие А они благовестие Как огня боятся И ненавидят Они за нами гоняются Но заранее скажу Они ничего не успеют Нас мало Но большинство там Где Бог Это я уже не первый раз повторяю Слава Хотел мне рассказать что-то Пожалуйста Ну я хотел Брат Николай так говорить Главное сам там Говорит на семейном совете И тут же Так выступает Как будто От моего имени Я считаю что Иларион он не такой Совсем Во-первых Это подтверждение Вот у меня жена Ездила Она за эту За границу У нее переворот Такой видно Она говорит Там люди совершенно другие Вы даже не представляете Какие там люди То есть она Отойти Он до сих пор не может А ты говоришь о том Тут Тут понимаешь Злоба Просто людская Затопила Сатанинская И все умы И сердца людей И просто Может быть мы Один из последних Таких Ну как Рассадников Где-то какого-то Ну приблизительно Добра Что-то такое Вообще Ну В общем смысле Не как мы говорим Благ как Господь А вообще добро Которое может быть в людях То есть какое-то Сочувствие Сожаление О чем-то Действительное Раскаяние В грехах Действительное А не то Что там Московская патриархия О чем Игнат Игнат сейчас говорит Это все к тому Относится И эти люди Они умеют Сочувствовать Которые там живут Тем более Они сами гонимы И знают Что это такое Безразборовки Ну так Это Такой местный Такой Жаргон Никто нас Никуда не вытурит И никогда мы Из зарубежной церкви Не выпадем Пока не будет Разбирательства На высшем уровне Просто Оно пока откладывается То что ты тоже прав Это несомненно Что мы маленькая козявочка Какой-то там Игнатий Но какой-то Игнатий Его-то знают И Ларион-то знает его И батюшку знает И батюшка Со своими фотографиями Там сделал действительно фурор Не просто так люди Там ходили Со своими тортиками Там что приносили И делали это пожертвование Для нас Для лагеря Для книг Игнатий Это все запоминается А там Паства Она все-таки связана Со своими Иерархами И со своими священниками Поэтому я думаю Что все просто так не закончится Но Для меня лично Это уже где-то года Два назад Я понял Как все это будет Я Сейчас в этом деле Я Сто процентный оптимист Кто хочет Оптимизм зарядиться Вы со мной поговорите Я вам расскажу все Я вам расскажу Начиная От Адама с Евой И заканчивая Гитлером Вы поймете Почему Мы останемся там Навсегда И у нас будет священник И никто нас не выкинет Ни с какой зарубежной церкви Это была настоящая проверка Это испытание было Это было Если хотите искушение От Господа Почему А потому что Сейчас Игнативич Что-то сказал Слепились на одном Вот этом нечестии Неправильном входе в церковь И теперь Не знают Как выбраться оттуда Ну как говорится Если Воробошек Говорит Лапку Опустил в смолу То все птички пропасть Так и здесь Они конечно Не знают пока что делать Но В пророческом Духе написанные книги Они им подскажут В конечном итоге Потому что все равно Кто-то прочтет Из них Поэтому Поэтому Брат Николай В чем-то ты прав Совершенно С тобой категорически согласен А в чем-то категорически Не согласен Поэтому Аллилуйя Господу нашему Который хранит нас По поводу моего тайного Чего? Ты его даешь Во-первых Когда я ехал Я ехал вот с этой вот С этим одеянием Даром От Игната Тихоновича И тогда Речь шла о том Что меня рукоположат Вот в ефрейторы Ну то есть В честа В честа Но Такого не произошло Меня Епископ Только рукоположил В катехизатора А рукоположение В честа Здесь Было здесь Так что Прежде священника Потом честец Но так не бывает Следы за медальник Тем более Что у него Такая же пружинка Как у батишки Можете еще что сказать Сергей Павлович Кто может выйти Помоги Надя Сережа Скажи По поводу занятий Вот Когда строили дом Игорю У него было предложение На втором этаже Проводить занятия По Слову Божию Сейчас там Остался какой-то мизер Там Пусть вот Игорь скажет Давайте братья Соберемся Напряжемся Поможем Запустим занятия Потому что Значит Если делать занятия Где-то В другом месте Не у нас Это чревато Последствиями Ну Как вот уже было Обожглись А здесь просто Собраться Доделать Скамейки набить На три дня Или как Игорь Покажи пожалуйста Занятия С кем проводить С нами Или с нами Занятия у Игоря Нет Занятия 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 Ну я Сестры Поясняю Не от горшка Так побыстрее Чтобы вы поняли Ну смысл такой Игнать Тихонович Он проводил занятия Всегда Ну где Ну в общественных местах Это и понятно Всем известно Школа такая Колледж Университет Тут кому не понятно Дураку понятно Что университет Ничего себе Конечно любой пойдет Но пошли не любые Вы сами знаете Сначала Вал был Потом Пропал Этот вал Ну все Ну а теперь Ну а теперь Как все вышло Еще до того До того У меня мысли Такие были Когда дом построили Я думаю Ну все И вот когда С тюрьмой случилось Я понял Что нас постепенно Как фашистов Вытеснают из Франции И постепенно Берлин захватят То есть нас везде выкинут Мы проиграем Все Я подумал Ну проиграть то проиграем А у меня дом то есть И второй этаж Такой здоровенный Куда там его девать Не знаю Ну спортивный зал Только можно сделать Думаю А что бы лучше то было бы Вот там и занятия проводить Но там не было У меня Одна была Загвоздка Там не было Рядом остановки Там далековато идти было А теперь Сделали остановку Прям напротив дома Десять метров до дома С одной стороны И пять метров С другой стороны И ходит автобус Пятьдесят третий Это автобус Как Юрий Цезарь Жена всех мужей Муж всех жен Он обходит весь город Он Я не знаю Пятьдесят третий Везде наверное у вас У тебя ходит тут Ну рядом Он часто ходит У него машина есть Но он еще нормально ходит И еще там шестерка Это из солнечной поляны Можно уехать Хоть откуда Я так прикинул Думаю Ну а что Отлично прям Зал я специально сделал Там большие балки Там с братьями Все Утепление там провели Все Ну то есть сделано так все Но там Не хватает главного То есть Озаботиться Что это будет Именно зал для занятий Потому что Ну сказать то сказали А селушек то у меня У самого одного то маловато До такой степени Что обнищал Зело Видите Одна машина И дальше как у сокола Ничего нету Поэтому Ну сами понимаете Двухэтажный дом построить Заплатить за него Под газ И все остальное Вы знаете сколько Это денег ушло Я еще должен Я еще должен Здесь Здесь должен Да еще должен На работе должен Отработать там Считать два сезона Чтобы Это все протянуть Потому что там мне На работе денег Дали Чтобы я построился Построился Ну Ну В общем так Там богатый мужик Я говорю Работаю на золоте Он говорит Будешь работать у меня Или нет Я говорю Гляди Работаю на золоте Гол говорю Как сокол Говорю с вами Я говорю Ты денег дай мне Чтобы я нормально жил Ну более-менее так Тогда я буду у тебя работать Ну он короче Дал мне денег Я построил дом Там Он не машину Ты работаешь Скажи это Я геологом работаю Геологом по добыче золота Рассыпного Не рудного пока Ну может и рудное будет Посмотрим Ну добываем мы золото Приблизительно на 50 миллионов в год Да ладно Не рассказывай Мама Да Ну опять Это немного Небольшие деньги Ну просто там Немного работников И ну хорошо Выходит саму начальнику Он один считает Он монополист Вот что он скажет То и есть Денег у него Вот так вот Куры не клюют Но чтобы договориться За всем этим Надо работать так Чтобы это золото было Золото оно есть Как добывать его Никто не знает Кроме меня Ну вот и Кажется Добыл Ну вот с начальником Поговорил Поэтому я говорю В долгах Как шелках Ничего нет У меня Поэтому Надо Желание Во-первых Молитву И во-вторых Братья много Докончить Там все Что мне нужно Потому что Никто В итоге Итог Подведе Можно туда Ответь на вопрос Брата Можно туда Идти заниматься Через три дня Или нет Нет Через три дня А что ты решила Сделать там А что ты Три дня Говоришь Почему Три дня Нет Я говорю Не три дня Сколько Тридцать Три дня Ну вот Брат сказал Три дня Сделать лавки Можно туда Идти заниматься Или нет Брат Брат Он много Что расскажет Но вообще У него Языч Я Я К тому Что Просто Мы берем Берем Сестер Несколько Самых У нас Активных Брат И все Идем И смотрим Что надо Ну что Вы с меня Душу Тянете Дом Уже Стоит Все Там Уже Все Живут Тепло Там Есть Ученики Они В этом Дело Учеников Не приглашают Куда Приглашать Вот Вы Сейчас По улице Когда Последний Раз Ходили Так Стоп Подождите Последний Раз А почему Не ходим Вопрос Опять Я поднимаю Да Потому что Приглашать Некуда Не в интернет Его приглашать Мы уже Поняли Интернет Ничего Не дает У кого То есть У кого Нет А кто И не войдет Туда Никогда В жизни Потому что Вы не понравились А в твой дом Можно всем Будет Так Все Благодарим Конечно Давай Достойно Проходите Достойно Есть Якова Истину Блажить Дитя Богородицу Пресноблаженную И Пренепорочную Ты Матерь Бога Нашего Честнейшую Херую И Славнейшую Без сравнения Серафим Без Истления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Отец Небесный Во имя Иисуса Христа Просим Прими Нашу Молитву И Славословие За все Что Ты Даровал Нам Если Воле Твоей Святой Угодно Устрой По желанию Нашему Чтобы Было Новое Собрание Новые Души И все Необходимое Для благовестия Для издания Книг Милости Твоей Не отнимай От нас Хвала Тебе За все Отец Сын И Святой Дух Аминь С миром Божьим Братец 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 Братец